агата привет дорогая но во первых позволь мне восхититься тобой потому что ты прекрасно выглядишь у тебя маленькие дети и как ты вообще успеваешь за собой следить скажи мне спасибо за комплимент я конечно считаю что я шикарно выгляжу прямо бывало и лучше честно я просто занимаюсь спортом ничего не успеваю мне кажется никто ничего не успевает это просто видимость того что ты как бы всегда все можешь есть просто люди которые помогают типа мамы и няни водителя паши и мы все в круговороте детей друг другу помогаем и тогда можно выделить какой-то участок времени чтобы заняться своими делами или творчестве например вот и суперактивная мамочка я уже по тебе вижу много-много всего много энергии сначала появился тимофей через три года появилась мия ты когда вышла из декрета вообще был у тебя ну он был конечно но у нас же профессия такая знаешь я родила первые месяцы я точно сидела дома вот а потом все равно начинались какие-то съемки пробы кастинги передачи я свой youtube канал решил завести и конечно это все как в таком потоке нету строгого понятие а теперь декрет отдыхай нет такого с карьерой все понятно с детьми тоже все понятно личная жизнь отдыхаете где-то вдвоем позволяет себе побыть вот наедине с друг другом ты знаешь в последнее время мы этого не делали потому что у нас много работы но мы нашли лазейку в работе то есть у нас есть спектакль антрепризный он называется авантюристы поневоле и мы там играем вместе и очень часто с этим спектаклем и ездим на гастроли и мы объединили как бы поездки вдвоем вместе с работой теперь у нас вот такой отдых я читала где-то что прилучный очень ревнивый человек ужасно ревнивый просто ужасно ну вот буквально вчера я сидела в ватсапе читали стала сообщение и он увидел какую-то фотографию кто это что это за мужик тебе пишет а это педагог тимофей по хип-хопу написали просто заплатите за занятие тяжело когда тебя так ревнует или тебе приятно это но ты знаешь дело в том что я его люблю и я не могу избежать таких ситуаций то есть я не могу сказать так все ты мне надоел со своей ревностью я больше наверное с какой-то забавой на это смотрю потому что я же знаю что за мной нет грешка и мне да то есть это в этом есть какая-то такая милота конечно когда он не перебарщивает все восхищаются вашей парой искренне действительно все переживают за вас смотрят просто очень экспрессивные я знаю что вас какие-то периодически были там в начале лета истории с становлением на паузу отношений вот скажи мне вот когда такие ситуации происходят как с ними справляться и вот дай совет нашим телезрительницам как своего долгие длительные отношения если в них настал какой-то проблемный период как его перешагнуть ты знаешь люди все очень разные и ставить какую-то формулу отношения и глупо потому что это может работать на одну пару и вообще не работать на другую но чисто по нашему опыту я убедилась в том что надо разговаривать то есть скорее всего все вот эти вот большие всплески разрыва скорее всего случается потому что мы не договорили я хочу вернуться к истории вашего знакомства я читала что ты говоришь что это не было любовь с первого взгляда так что же это было паша говорит что это была любовь с первого взгляда я говорю что нет потому что я тогда даже не искала себе вариантов мы с ним познакомились и первого вопроса был у тебя парень есть его и да ну не разгарился и ушел да 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 я это читала не разговаривай это было на съемочной площадке при Это был первый съемочный день. Потом он мне сказал, что я увидел твои глаза и понял, что ради них я хочу жить. Я, конечно, не знаю. Это очень романтично. Когда ты поняла, что это тот самый единственный мужчина, которого ты любишь, какой момент? Ты знаешь, случилась беда. Я поняла, что я каждое утро просыпаюсь и первое, о чем я думаю, это Паша. Я поняла, что я прихожу на площадку и учу его глазами. Если его нет, мне становится грустно. А если он был, я сразу вся оперилась. У нас как-то все очень стремительно. Через месяц он мне сделал предложение. Рассказывай про предложение. Улетел в Париж, я помню, на съемки. Его не было 5 дней. Я решила его встретить. Но так как у нас не было огромных денег, он был начинающий актер, а я студент, начинающая актриса. Я решила сделать его сюрприз. Я купила фломастер, плакат, нарисовала добро, пожалуй, домой. Что-то все гирлянные. Бред такой сделал. Детский лепет, если честно. Романтично. Ну, такой, да, романтичный детский лепет. Поставила свечи, там все это разложила. Он приехал домой, весь такой счастливый. Я его позвала на балкон. Это сюрприз. И все как-то так мило. И мы сидим, кушаем. И он такой говорит, ты знаешь, не хотел тебе сейчас говорить. Ну, такой момент хороший. И он куда-то побежал, вернулся с листочком, причем с... Так милым. Ну, представляешь, мы вообще молодые были. И он прочитал какую-то такую... Он так почему-то волновался, так нервничал, что мне стало его... Хотел сказать, тихо-тихо, все нормально. Ты чего так нервничаешь? И он прочитал какую-то такую дурацкую, абсолютно речь. Вот такую откровенную, искреннюю и красивую. И достал колечко. И я тоже там пустила слезу. И сразу согласилась, не думая. Мы пошли в ЗАГС. И выбрали первую вообще ближайшую дату. И причем мы сидели. И такая строгая женщина. Сидела, записывала там 18-ю пару, наверное, за утро. Так, понятно. 19-е там июля ближайшая. Согласна? Да, годится. Они такая, угу. Заполняем манкету. А на фамилию менять будете? Я такая, нет. Он такой, как нет? Я говорю, да, буду. Так будете или не будете? Вообще уверенна в своем решении? И мы такие, да, да, уверенна буду, перечеркиваю. Софья, потому что прилучная. Так ты прилучная все-таки. Я прилучная. Наконец-то я буду поговоривать твою фамилию. Господи, ура. Да, я на самом деле прилучная. Я не могу не спросить, почему, Агата, ты была в черном, и он был в черном, и где были ваши родители? Вот в том-то и фишку, что родителей не было. И мы творили, что хотели. Но мы оба сошлись над тем, что мы не любим традиции. Мы не любим вот это вот. А теперь ты одеваешь на себя сахарную вату, в которой тебе тяжело и неудобно. Фигаришь, румяна, вся в блестках. Да, во-вторых, мы как бы сошлись на том, что у нас будет комфортная свадьба, такая, как мы хотим. Для нас, для друзей. Сколько было друзей? Человек 15. И что вы делали? Мы сначала в ЗАГС сходили. И как-то так, музыки не было. Ничего, нас так быстро расписали. Я говорю, Паша, конечно, понимаешь, что мы не планировали, но у всех же стандартный оркестр играет. Ну, конечно. Почему у нас не играл стандартный оркестр? А как оказалось, он придумал мне сюрприз. Мы поехали куда-то. Я говорю, куда мы едем? Он говорит, а, типа, просто покатаемся по Москве. Мы приехали к Останкинской башне. Я говорю, зафига, мы туда тащимся. Он говорит, ну, подожди сейчас одну секунду, можешь, типа, не задавать вопросов лишних? Я говорю, ладно, окей, поехали. И мы приезжаем туда, а там уже стоит оркестр, там уже все собрались. Кости первые пришли, там выстрелись с шампанским, как бы, с цветами. И там уже была очень красивая церемония. Короткая, но красивая. То есть мы шли по вот этому стеклянной, по этой дорожке, весь город под нами. И я тогда прослезилась, потому что женщина еще таким голосом настоящей, как бы, свадебной, ЗАГСовской женщиной начала. Два черных лебедя под облаками, собрались сегодня. Это было ужасно, но я расплакалась. Я знаю, что когда ты встретила Пашу, ты сказала, что он обладает всеми мужскими качествами, самыми главными. Я хочу попросить тебя за 40 секунд назвать как можно больше этих качеств мужских. Ух, ешкин крот. Ну что, поехали? Давай. Красивый, смелый, заботливый, настойчивый, умный, с чувством юмора. Отличный отец. Хорошо готовит. Это не качество, да? Готовящий. Любящий. Цветущий. Вкусно пахнущий. Сильный. Упорный. Добрый. Очень заботливый. Было уже заботливый, да? Да все, все. Агат, спасибо тебе огромное, что ты пришла, что ты рассказала настолько интересную, классную историю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова